Ассаламу алейкум дорогие друзья, Душанбе, Ниад Хавар. В правительстве России объявили о готовности возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Но фактически начать международные рейсы российским авиакомпаниям вряд ли удастся раньше августа, у российских властей на сегодня отсутствуют двусторонние договоренности с зарубежными авиавластями о выполнении таких полетов. По мнению экспертов, первые рейсы откроются в страны Средней и Юго-Восточной Азии. Евросоюз сегодня не готов пускать на свою территорию российских граждан, сообщает Ниад Хавар со ссылкой на издание Коммерсант ОВ. Россия с 15 июля готова частично возобновить международное авиасообщение, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Она уточнила, что дата является предложением. На основе переговорной позиции авиавласти Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры, цитата по России 24. Международное авиасообщение закрыто по решению правительства РФ с конца марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Возобновление предполагается проводить в два этапа. Как писал ОВ, Роспотребнадзор на первом этапе готов разрешить полеты в следующие страны. Китай, Монголию, Вьетнам, Шри-Ланку, Великобританию, Германию, Италию, Финляндию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Венгрию и Польшу. При этом в перечень не вошли страны СНГ, а также Турция, посол которой предлагал восстановить авиасообщение как раз с 15 июля. Список был составлен на основе критерия в оценке безопасности эпидемиологической ситуации, проведенной ведомством. Параллельно с мониторингом эпидемситуации и власти РФ ведут переговоры с зарубежными авиавластями о возобновлении международных полетов. Для открытия таких рейсов необходимо получить одобрение зарубежных властей. Таким образом, само наличие перечни стран, рейсов, которые рекомендовано открыть на первом этапе на основе эпидемтребований, не гарантируют возобновление полетов именно в эти страны. В Росавиации сказали, что направили авиавласти в нескольких стран. Список не раскрывается предложение о взаимном возобновлении рейсов. По информации ОФ, на данный момент договоренности о возобновлении полетов не достигнуты ни с одной зарубежной страной. В целом, участники рынка ожидают, что первые международные рейсы начнут выполняться с 1 августа. Так, крупнейший российский аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу международного терминала где только с 27 июля. Источников в отрасли говорит, что за две недели можно возобновить полеты с несколькими странами. Можно провести с каждой страной двусторонние переговоры, но гораздо продуктивнее с учетом объемов согласований согласовать возобновления путем обмена письменами, говорит он. Руководитель крупнейшего в России консалтингового агентства Infomast. Infomast, Борис Рыбак говорит, что к августу реально договорится о возобновлении полетов с властями стран Средней Азии, в первую очередь Таджикистана и Узбекистана. Благодаря трудовой миграции на этих направлениях в ближайшие месяцы ожидаются существенный пассажиропотоп и привлекательные для авиакомпании цены. Также возможно возобновить сообщения со странами Юго-Восточной Азии, куда могут полететь российские туристы.